Здравствуйте, меня зовут Вера Корнилова и я нахожусь в своем магазине Мама Мыла. В мыловарении часто используются предметы, придуманные совершенно для другого. И сегодня в 38 серии секретов Мама Мыла это будет пластиковый стаканчик. Наберем холодной воды. И отставим стаканчик, он нас здесь подождет. Использовать я буду основу для свирлов. Именно эта основа позволяет создавать интересные рисунки в мыле. И еще нам понадобится форма куб. Она сделана из силикона и очень мягкая и гибкая. По моей задумке я буду использовать два вида красителя. Один это жидкий пигмент, в данном случае черный. И один краситель должен оставлять основу прозрачной и не мигрировать. Как раз подойдет набор зенеколор. Для добавления запаха я буду использовать ароматизатор пасти Росянка. Мне он пахнет как-то так. Запах очень сложный, поэтому обязательно приходите и понюхайте его. Пройдемте в аудиторию. Здесь мы показываем бесплатные мастер-классы три раза в неделю. Эта форма вмещает 500 грамм основы. Поэтому отрежем половину нашего кусочка и порежем на небольшие кусочки. Нагреем основу в микроволновке. Греем на максимальной мощности примерно 3-4 минуты. Основа у меня уже нагрелась. Мне понадобится примерно 300-400 грамм основы прозрачной синего цвета и белой. Все остальное будет белой. Потом посмотрите, что я с ней сделаю. Итак, первый белый у нас будет как бы чуть-чуть белый. Не сильно его замутняйте. Размешайте как следует. Основа для свирлов гуще обычная, поэтому размешивается краситель и там сложнее. И наш основной цвет синенький. Добавляем краситель и размешиваем. Итак, ставим стакан с холодной водой ровно в середину нашей формочки. И заливаем вокруг стакана синюю прозрачную основу. Не до самого конца. Видите, у меня как раз по количеству в самый раз получилось. Теперь берем нашу мутную основу, покрашенную диоксидом титана. И заливаем ее с высоты. Так, чтобы ее струи дошли до дна формочки. Ой, в стакан попала. И наливаем. И немного подождем, пока наша основа остынет. Основа уже немного затвердела, но все еще теплая. И как раз в этот момент я выливаю воду из стаканчика. Вода нам больше не нужна. И пластик отлично позволяет себя мять. А это значит, что я могу достать его из еще теплой основы. И у нас получилась отличная дырка. Она еще тепленькая внутри. Сбрызгиваем спиртом. И возвращаемся к основе, которой мы будем заливать туда. Это наша немного мутная основа. Сюда я добавляю белого красителя диоксида титана. А во вторую немного черного. Мне нужен серый. Вот, да, такой цвет меня устроит. И такой белый меня тоже вполне устраивает. Сначала заливаем в нашу дырку белую основу. Опять не до конца. И серую льем с высоты. Чтобы опять-таки она достала до дна. Осталось подождать, когда наше мыло полностью остынет. Наш кубик полностью остыл. Он твердый, холодный. Значит, можно достать наше готовое мыло. Так. Давайте сначала обрежем по краям. Чтобы увидеть все в подробностях. Вот наша луна. Теперь это мыло я разрежу сначала поперек. А потом вот так вот на 4 кусочка. Так. Сначала края. Так. Чтобы оно просто стояло поровнее. Не болталось. Разрезаем. Так, чтобы облака были, чтобы поровну досталось всем. И вот это. Или вот так. Ну, в общем, как-то разрезаем. Вот наше мыло и готово. В небе высоко. В небе высоко. В небе высоко. В этом у меня.